Валерий Леонтьев особенный исполнитель Валерий Леонтьев 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 Вот отсюда, из маленькой деревеньки Усть-Уса и начался нелегкий тернистый путь прославленного уроженца земли Коми. Он же не сенок, только родился, его сразу взяли оленеводы, и он же семья оленеводов был. Вот эта улица, вот этот дом. Здесь Леонтьев проводит самые первые детские годы. И хотя здание уже слегка покосилось, все-таки по возрасту ему больше ста лет, жители в нем обитающие до сих пор помнят все, что в нем когда-то происходило. Леонтьев рос очень резвым мальчиком. Он из тех, кому до всего есть дело. О бойком детстве Леонтьев вспоминает лишь иногда, когда задумывается о неком ангеле-хранителе, который всегда его уберегал. Ведь столько экстремального было в детстве. У соседей жила-была корова, ну корова и корова, дойная корова, которая воспылала ко мне то ли страстью какой-то необузданной, то ли тихой ненавистью. Значит, она так набычилась и гоняла меня по деревне, пока я синий, не добегал до крыльца. Я помню один такой случай, когда я думал, все уже. Значит, кончилась моя молодая жизнь в возрасте шести лет у коровы на рогах. В Новикбожии Леонтьевы жили тихо и скромно. Тем более удивительно, что в такой семье вырос знаменитый эстрадный артист. Человек, который добился серьезных успехов. Что касается моей прекрасной белоснежной республики Коми, то если бы моя мама Екатерина Ивановна, а в просторечии просто Катерина, имела возможность выбирать, где меня родить, выбирать, ну какой-то, скажем так, большой цивилизованный культурный центр мировой, наверное, она бы это сделала в Лондоне, в Мадриде, а может быть в Милане. Но поскольку такой возможности у нее не было, она меня родила в деревне Устюса, в ближайшем роддоме, который находился на пути следований. Такое ощущение, что, правда, Михаил Иванович, вот прямо там, да? Да, да, да. Кстати говоря, устюсинцы и жители Новикбожия, где жили Леонтьевы, очень гордятся своим земляком. И там даже есть музей Леонтьева. Недавно наша съемочная группа побывала в селе Устюса, и вот, что нам рассказал смотритель музея, учитель, краевед Игорь Паншин. Давайте посмотрим. Познакомился я с Евдокией Ефимовной из Новикбожия. Она была учительницей в школе в то время, тогда она была уже пенсионеркой. И она рассказала, что она была знакома с этой семьей, что они тут прожили несколько лет, что сестра Валерия Леонтьева работала некоторое время пионервожатой в школе. Потом уехала учиться в Сыктывкар, а и даже после Сыктывкара перешла учиться в Оркуту. Майя, это мать Валерия Леонтьева, приходила с сыном в гости к ней. И он был одет красиво, в красивую форму матросскую. Тогда это было очень модно. Вот так они встречались. Она сразу по фотографиям, когда стал Валерий Леонтьев знаменитым, сразу его узнала. Он был такой же курчавенький, кудрявенький. Михаил Леонтьевич, уже в то время стали проявляться как бы творческие наклонности, получается, Валерия Леонтьева. Но вроде в генах у него нет следов предков артистов, писателей, цедеи вообще. Получается, вырвался из этого круга вопреки всему. И вообще у него чувствовалась такая лубочность народная, знаете, там, разудись плечо, расписная рубаха. Никогда. Народность показать свою. Может быть, тогда побыстрее примут там. Нет, это все было какое-то другое. Очень современное. Ему хотелось двигаться у микрофона. Я, как художественный руководитель, очень много. Вот видите, я лысый. Это оттуда? Отчасти, да. Это получали. Но он ведь не получил специального образования. Но ведь так... Это самородок, стопроцентный. Но ему трудно там без сольфеджио, без знания истории музыки. Или вот дал бог, вот он это взял. Ну, история музыки. Ну, что такое? Мы другую совсем историю музыки. Вот я преподаю совсем другую историю. У него, он знает замечательную эстрадную петь. Историю эстрады. Он тогда было очень трудно это достать, просто услышать. Он все это запоминал. Он знал колоссальное количество на многих языках. У него способность имитировать языки была дивная совершенно. У нас, Михаил Иванович, есть звоночки из Ираэля. Давайте примем, там по сотовому телефону звонит человек из такой Дали. Давайте. Ну, давайте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А, вы знаете, это Сыраэля звонил. Да, да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Сыраэля звонил. Мы вас слышим. Это была Далина Вениаминовна. Да. Вот. А вы знаете, а знаете, в первых. Питин. И была ли Осипа Вераока. Да. Если он помнит эту песню. Конечно. А что же он поет на концертах, правда, Михаил Иванович? Вераока. Прихоход. Вераока песня. А, ну пел. Конечно. Так, и что вы хотите нам сказать по этому поводу? Да. Спасибо большое. Спасибо вам большое за звонок. Я знаю, что... Спасибо, дорогие. Спасибо. Многие зрители нас смотрят, которые, кстати говоря, звонили накануне создания передачи. Есть люди, которые танцевали с ним вместе. Вот Алла Петровна Новоселова, жительница Сыртывкара, говорила. Я помню, как в Талан, поселке Подпечоры танцевала Медленд Танец с Валерой Леонтьевым. То есть получается, что вот... А он потом закончил учебу, да? Он ведь учился. Он получил образование ради того, чтобы это образование было. Высшее сразу. Да. Да. Расскажите, пожалуйста, очень короткую историю, как Валерий Леонтьев сдавал экзамены. Говорят, Михаил Гецман будет сообщать впервые в эфире. Итак, пожалуйста. Ну, не знаю, может быть, это тайна страшная. Это никто не узнает, Михаил Иванович. Что? Значит, он поступил... Как поступил? Он был принят, так я скажу лучше, в Институт культуры на режиссерское отделение. Но он же был достаточно известен. Он сдавал сессию тогда, когда приезжал на концерты в Санкт-Петербург. И я его спросил, ну а как ты сдавал-то? Что ты вообще знаешь-то? Он действительно рассуждает очень здорово. Он говорит, я приносил афишу, приходил на экзамен. Как вас зовут? Семен Семенович? Семен Семенович, от Валерия Леонтьева. С любовью. Вот моя зачетка. Он говорит, пять и все. Я говорю, ты что, круглая кистика? Нет, говорит, к сожалению, нет. Представляешь, говорит, однажды был такой страшный дождь, мерзотный. И я не пошел вообще на экзамен. У меня одна четверка. Депутат. Да, Михаил Иванович, потом ведь был в Иркутинский период. Очень непростой, очень интересный в жизни Валерия Леонтьева. Давайте мы посмотрим небольшой следующий отрывок из фильма Романа Истомина о в Иркутинском периоде Валерия Леонтьева. Давайте посмотрим. Очень активный мальчик был. Занимались мы художественной самодеятельностью. Художественную самодеятельность вели в Печорпроекте. Пели, танцевали, играли всякие интересные штуки. Во дворец он ходил, занимался. Вот все учеба в институте в Горном у него была не главная, но он учился. Пробовал на кирпичном заводе вагонетку с сырцом катать по рельсам там из-под пресса к печи, где обжиг происходит. Это не слишком увлекло. Пробовал работать смазчиком на предельной фабрике. Два года провалялся в солидоле под машиной, отмыться не мог несколько лет. Не его одушевило. Он уже пытался тогда совместить песню и танец. Ну, не везде, конечно. Я говорю, что это был эксперимент для него, для всех. Мне приходилось сталкиваться, вернее, приходилось сталкиваться, но не приходилось серьезно постоянно работать с каким-то одним человеком над хореографией. Это во-первых. А во-вторых, когда такие случаи были, мне задавали какие-то определенные рамки, я, как правило, из них выскакивал, потому что чувствую себя скованно в каком-то одном заданном направлении и хочется все время выкинуть что-нибудь такое, чего не велено делать. Вот такой был богатый период у Валерия Леонтьева в Оркуте. Мы можем сказать, уважаемые друзья, мы знаем, что вы сейчас звоните в студию, чтобы передать привет и сказать о словах любви к Валерию Леонтьеву. Михаил Иванович, можно сделать так? Мы знаем, что у вас есть контакты непосредственные. Передайте Валерию Леонтьевичу, чтобы он потом хотя бы в записи посмотрел нашу программу и получил эти все приветы. Это возможно. Кстати говоря, бывший мэр Воркуты Игорь Шпектор убеждал Леонтьева, что он будет плохой артист, и надо бросать эту сцену. Мы сейчас послушаем по этому поводу Игоря Шпектора, но это будет через 19 секунд у нас реклама. Это «Детали дня». Мы говорим о нашем замечательном земляке Валерии Леонтьеве, который 45 лет назад начал свой путь на великую эстраду в нашей Заполярной Воркуте. И вот именно Игорь Шпектор в Воркуте говорил ему, что ему не стоит заниматься эстрадой. Давайте послушаем бывшего мэра Воркуты. Работая главным инженером тогда Тепловодоканала, я его уговаривал, Валера, ну ты понимаешь, ну ты поешь, ну поешь неплохо, но ты никогда не сможешь петь на уровне артиста. Поэтому давай поступай сейчас, продолжай учебу, я тебя возьму мастером, потом я тебя сделаю начальником участка, будешь у меня работать начальником сантехнического участка. Он мне говорил, сейчас-то он меня называет Игорь, грань в возрасте стерлась, он мне тогда говорил, ну Игорь, вы понимаете, я хочу петь. Я говорю, Валера, ну петь надо уметь, понимаешь, ты петь не можешь, поэтому давай мастером ко мне. Ну вот, тем не менее, жена моя отправила его на учебу в Сыктывкар, потом он пошел дальше в Горький. Я его продолжал убеждать, что Валера, бросай это дело, эстрада, это огнилое дело, там не пробьешься, там такие супермены. Ну он говорил, да нет, но я хочу петь. Так, и однажды утром, доброе утро, Валера спел в этой программе первый раз, это было начало. Ну а потом, спустя годы, он стал великим, мне было очень стыдно, и я каялся. Вот так раскаивается сейчас об этом Гершпектор, нам позвонила жительница Лоймы, которая вспоминает первый концерт Валерия Леонтьева, где так натопили и плохо, там отрегулировали печью, что чуть все не угорели. Помнят, все правда. А ведь в Иркуте пришлось не сладко Леонтьеву, в буквальном смысле. Выпендрешь, отбиваться приходилось. Кому-то не нравится, там, как ты прыгаешь по сцене, заиграешь в залах. Кстати, в Сыктывкаре, куда он потом приехал, работал в филармонии, все так же. Зачитаю книгу в присутствии автора. Книга называется «Тупица-2», автор Михаил Герцман. Это цановное лицо выговаривает Герцману. Он должен быть прилично одетым. Понимаете? Прилично. То есть в костюме, белой рубашке, галстуке, они в этом, извините, отрепье. Не нравится галстук? Сокращу. Пускай, пожалуйста, бабочка. Лещенко, опять же. Разве это его портит? Не портит. Потом голова. Что это за голова такая? Можно же как-то причесаться, подстричься, что ли? Пригладить как-то волосы, как с этой прической на сцену. Это же не цирк какой-нибудь тебе и проведение? Нет, не в быту, об этом позже упустим. А сценическом? Разве это обязательно бегать по сцене, сломя голову? Ведь концерт. Разве нельзя просто спеть песню? Подойти к микрофону и нормально спеть. Зачем все время бегать? Знаете, где бегают? На стадионе. Ведь так вот выговаривали. Да. Получается, что не жаловали артиста-то, но терпели. Он, получается, что там терпели, потому что он кормил всю филармонию? В общем, да, да. Это был источник доходов, можно сказать, ее. В том числе? В том числе, конечно. А он ведь... Ну вот эта вся одежда, все прочее, вот это все. Ведь он все равно вытерпел это все. Да, вытерпел, вытерпел. Это было тяжело. Это было тяжело. Защитить его было очень трудно. Я говорил, ребята, это будущее. Я министру говорил это. Товарищ им из обкома пытался внушить. И? Бесполезно. Они говорят, нет, есть советская эстрада. Вы тут не очень. И я не очень. Все поднял. И тем не менее, несмотря на эти выговоры, на священник снова приходил с этой прической, которой он-то сам боролся. А как в деревнях встречали? Вот судя по звонкам сейчас, которые, как мне сообщает наш режиссер Дмитрий Потапов, раскалывается буквально назад. Да, прекрасно. А вы знаете, он стыдился этих кудрей. Он закручивал их на папилетки такие. Чтобы раскручивать назад. Чтобы были, да. Но стоя ему помыть голову, и опять все. Кстати говоря, в деревне встречали здорово. И у Валерия Леонтьева одна из любимых песен. Он очень гордится тем, что именно в нашей фиармонии, во всяком случае, по словам Леонтьева, солист Леонтьев получил песню, написанную специально для него. Это песня великого Якова Перепелицы «Деревенька моя». И исполнял он ее великолепно. Давайте вспомним. Край далекий, край суровый, Я тебя люблю. По ступенькам по сосновым, Я войду в их пусть. Пусть хозяин твой сердечник Ставится балар, В разговоре незаметно Вспомним сын, и как Деревенька моя, Не грусти по большим городам, По тебе, по тебе Пусть грустят города и столицы. Деревенька моя, Это была песня, которую Впервые Написали специально для меня Комик-композитор Яков Сергеевич Перепелица. Это в его доме в Майами. Меня удивило не столько Это исполнение, А то, что он с каким-то Типломом вспомнил Якова Сергеевича Перепелицу, Великого комик-композитора. Или это вас не удивляет? Нет, не удивляет. Ну, всех с огромным удивлением. К уважению, Это же классик. Смотрите, как здорово спел. Сейчас на концертах не исполняют Нашу песню, там есть слово. А как-то раз исполнял. Но, знаете где? Не в России. Где-то в Эстонии, что ли. И там она была принята. В Филоворской территории где-то. Да, оказалось так. Ну, вот и так, в начале 70-х Валерий Леонтьев в Сытывкаре Проработал он в филармонии Около 10 лет. Вообще, вот, Я помню историю такую, Которая у нас случилась с вами, Михаил Иванович, несколько лет назад. Один человек написал песни для Леонтьева И попросил передать Леонтьеву. Я передал это диск вам. Это осталось безрезультатно, Наверное, как и многих. Много таких людей, Которые хотят, чтобы Леонтьев Спел их песню. И вот, припросил таких. Как он отбирает? Вот, этот процесс, Да поручает кому-то, Советоваться с вами, может быть. Ну, вы знаете, Я присутствовал как-то раз, Дело было в Севастополе, я помню. Он так летом, я как бы присоседивался, И там ездил вместе с ними. Это был такой своего рода отдых. К нему пришел матросик. Который принес две песни. Поиграл, поиграл. И, ну, мне не очень понравилось. Я отметил там, то не так, то не так. И Валера говорит, А я перелистывал страницу К этому парню. И он говорит, Он рассказал все недостатки, И меня поразило, Как он сказал, что, понимаете, Припев не слишком контрастный. Он не отбросил? Нет, не отбросил. Он разобрал, Очень четко разобрал. Кстати, Михаил Игоревич, Он избирателен? Или он, ну, так, Чтобы важный человек, Ну, возьму. Песню там дайла. Нет, нет, Он очень избирателен. Он далеко не все возьмет. Понятно. Я с ним работал, например, По текстам. Что вы? Это жестко. У него не лучшие там были тексты. Нет, те, которые надо мной. Он просто, ну, я не знаю, Просто, можно сказать, Издевался. Мучил меня. Это возмутительно. Мучил меня. Это вот я хочу вот так, Чтобы не было. У нас есть телефонный звонок. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, это детали. Нет, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как услышано? Меня зовут Юлия. Я была несколько лет назад На концерте Валерия Леонтьева. Так. Было потрясающее, яркое шоу. Очень понравилось. Несмотря на то, Что по возрасту, может быть, Я не подхожу к его фанатам. Очень эмоциональное, Очень потрясающее. Все-таки Валерий Леонтьев Прекрасный певец. Безусловно. И прекрасный, талантливый человек. А вот еще узнала, О чем мечтала с детства. Узнала, о чем мечтала узнать с детства. Что Валерий Леонтьев Сколько раз он в песне повторяет слово «бегут» В его известной песне «Светофор». А это спрашиваете нас? Вот вы знаете? Да, вот вы знаете? А, Михаил Иванович, вы знаете, сколько раз бегут? Нет, я не считал. А премьерно сколько? Не считали? А мы посчитали ровно 140 раз. 140 раз, говорит, бегут. Там бегут, бегут, бегут. Представляете, как он... А есть такое исполнение, где он вместо «бегут», «бегут», «бегут» начал кудахтать. Есть такое, да, в интернете выложено, да, где он «бегут», «куда», 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 «куда». Это было. Спасибо вам большое за ваш... Да, и мы хотим передать большой привет сердцу, если есть такая возможность. Будет такая возможность, обещает Михалович. Да, да, да. Валерия Яковлевич, посмотри наше. Пожелать ему всяческих благ, здоровья, процветания и оставаться таким же ярким и прекрасным исполнителем. И приезжать почаще в родную республику. И приезжать почаще в родной город, да. Это верно. Есть 10 песен, спасибо большое. Есть 10 песен, уважаемые друзья, стихи, которые написал писатель Союза композиторов Республики Коми, чем Союза писателей в России, писатель России Михаил Герцман, автор 10 песен. Давайте послушаем отрывок из одной песни автором текста, который является Михаил Герцман. Песня называется «Бал». Бал, вечный бал, Бонари, но в последний, поверьте, Бал, вечный бал, Мы танцуем в облинку со смертью. Оркестр играй, Здесь пока еще двери открыты. Но этот бал приглашают лишь раз, так и знай. Думаю, Михаил Георгиевич, я думаю, а как же иначе? Кто поможет другу с хорошими текстами, как неблизкий товарищ? А вот отношения, насколько я понимаю, вот у нас есть фотография такая очень интересная. Судя по этой фотографии, отношения у вас были очень теплыми. Вот на этой фотографии, насколько я знаю, Валерий Крич-Леотев, я думаю, сейчас наш женой покажет нам режиссер. Да, здесь Валерий Леонтьев, Людмила Исакович и в центре Михаил Георгиевич Герсон. Очень теплые отношения, в облинку, много таких фотографий. А как он общался с коллегами? Он вообще, кстати говоря, одну еще вещь. Главный-то подарок и память Леонтьева о республике Коми – это его супруга, Людмила Исаковича, которой она уже многие годы. Она сытывкарка. Кончила наше училище? Конечно, сытывкарка, бас-гитаристка. Есть музыканты, которые помнят, как она классно работала на сцене. У нас есть подборка целых фотографий, Людмила Исаковича, разные годы. Вот так она играла, когда была в сыктывкаре. Очень яркая женщина, кстати говоря, она по профессии грумер. Это тот человек, который стрижет собак. Ну да, вообще это называется грумер. Грумер, прошу прощения. Грумер, да. Вот такая память замечательная, и вот его талисман по жизни. А какое он в общении с коллегами требовательный? Ну все-таки ансамбль Леха, многие годы с ним, в всяком случае название. Нет, ну вот, понимаете, там коллектив, ну, ну, он говорит, ну, можно погромче как-нибудь, ну, или там, или потише, ну, очень вежлив и предупредительный. А вот когда он приезжает на гастроли, мы знаем, что сейчас нынешние, вот так покажу, наверное, звезды, у них райдер встречает такая-то машина, водитель такого-то возраста, там, не знаю, такой-то национальности, и поет такую-то песню дороги. У него, он... У него райдер вообще смешной. Вода без газа, я даже помню. Какие-нибудь фрукты? Какие-нибудь. Какие-нибудь фрукты? Яблоки так, яблоки. Ну, может быть, говорит, ну, пару бутербродов, там, ну, с колбасой, с сыром. Михаил Иванович, а когда вы приезжаете, что он просит привезти из республики? Что он просит привезти из республики, когда вы к нему приезжаете? Ну, не знаю, там что-нибудь, брусница какая-нибудь, там наши грибочки, грузди. Нет, он ничего не просит, но однажды я привез семгу в нарезке, и, значит, Люся, она сказала, слушай, говорит, ты бы знал, какая противная семга в Майами. Да, кошмар, какая противная семга в Майами, да. Да, ну, и... Какая-то майамская семга, может сравниться с нашей Печорской, да еще Печорского засола. Чудо совершенно. Кстати, уважаемые друзья, директор республиканской филармонии тех лет Анатолий Стрельченко признался, впервые за многие годы на пенсии он дает интервью и вспоминает того, Валеру Леонтьева. Давайте посмотрим. В 1973-м, когда на сцене республиканской филармонии гремел солист группы «Эхо» Валерий Леонтьев, директор Анатолий Стрельченко поддерживал все начинания молодого певца. Ничего, что график был слишком плотный и концертов было слишком много. Сил у ансамбля и у солистов хватало на все, вспоминает Анатолий Ильич. И даже приезжие звезды тех лет планировали свои гастроли в коме так, чтобы не пропустить концерт группы «Эхо» и Валерия Леонтьева. Люди, знающие из-за предела, тот же Петербург, знали Леонтьева, когда он уже, да, они их приезжали, заодно где-то там делали концерт и бегом к Леонтьеву. Очень хорошо жилось. Он был разнообразный, но волосатый, да, волосатый и обтянутый. Не было у него жароного, он обыкновенный. Супруга Анатолия Стрельченко еще и чай Валерию Леонтьеву заваривала и угощала артиста республиканской филармонии баранками. У меня дочка была, они все вместе игрались, он такой шкатой, возьмет Наташку, поднимает. Ну вообще дружба была у нас. И мне до сих пор он очень нравится. Сегодня семья Стрельченко все так же следит за успехами своего друга Валеры. Вот, ну приятно же. На самом деле, вот еще раз говорит мой дружестор Дмитрий Потапов и наш продюсер Виктория Палкина, как сейчас звонят люди и вспоминают теплыми словами, самыми приятными словами Валерия Яковлевича. Он посмотрит эту передачу и должен это услышать, безусловно. Я позволю себе процитировать из вашей книги, которая называется «Тупица-2», еще одно место. Как он боролся со своей кучерявостью, когда он понимал, что слишком надоедают. Итак, папильотки разворачивал. Итак, цитируем Михаила Герцмова. Рассвирепев, он решил их наказать и несколько месяцев стригся почти наголо. Да, коротко. Но, увы, эта суровая кара ничему не научила. Наоборот, именно волосы и научили его внимательнее прислушиваться голосу природы. И вот тут фраза, которую я прочитал в вашей книге, удивительный, на мой взгляд. А прислушавшись, он приверился с ней. И только тогда стал Валерием Леонтьевым, он понял, что его не изменить. Да, да, да. Вот неужели это так просто? Вот эта вот борьба с его кучерявостью сделала его таким вот борцом. Как вы считаете? Ну нет, молодец, правильно. Так просто, казалось бы. Взял вот, поборолся с кучерявостью. Ему, он не слышит советов, он, вернее, слышит советов, но все переваривает там. И никогда не поверил. Он настолько большой, в этом плане артист, уж я вроде как разбираюсь в лицах, но никогда не поймешь. Он доволен этим советом или оценкой, или еще чем-то? Да, выслушивает и все. Ничего не говорит. Но потом уже по поступкам мы видим, да, он тебя услышал. Нет, он тебя не услышал. Как он поддерживает такую роскошную форму? Помимо там, ну, каких-то, может быть, действий косметических, я имею в виду физическая форма. Последняя передача он наносился, извините, как угорел, так же, как в прошлые годы. Да, 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 я просто помню, что, ну, преклонялся. А, значит, вот мы садимся, допустим, в ресторане, покушали там. Да. Я лично вот это, вот прилечь бы, закурить бы. Он идет к тренажеру, надо какие-то штуки там двигать, раздвигать. Скинуть то, что сейчас. Да, я говорю, да слушай. Ты до сих пор? Да, да. Мы, кстати говоря, вышли на улицы Сыктывкара, значит, Михаил Иванович, и решили узнать у наших телезрителей. А помнят ли они песни нашего замечательного земляка, народного артиста Валерьевича Леонтьева? Давайте послушаем, что ответили наши телезрители. Посмотрим. Все бегут, 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 бегут. А дальше я не помню. А он им светит. Маргарита, ведь ты не забыла, ты же помнишь, как все это было. И все, бегут, 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 и мы бежим. Я одинокий бродяга. Что-то Казанова. Больше не знаю. Зеленый-зеленый, пока бегу, 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 он все светит. Мой дельтаплан, мой дельтаплан, он что, приезжает? Люди с надеждой, он что, приезжает? Это такой был Леонтьев батл, Михаил Иванович. Продолжим, сейчас это модно говорят, батлы. Продолжим с вами, Николай Иванович. Ваша любимая песня, только не ваши тексты, пожалуйста. Нет, нет, не мою. Можно спеть? Вот моя любимая у него в репертуаре песня. Кафе называлось, как странная птица, фламенко. Это памяти гитариста называется. Так, теперь вы. Что же ты один я? Попробовать в смысле? Да. В деталях дня, конечно, не формат, но сегодня первый эфир нового телевизионного сезона Юргена. Попробуем. Ты меня не забывай, даже если будет трудно, я вернусь весенним утром. Ты меня не забывай, ты меня не забывай, облака в реке уснули. Я вернусь дождем в июле, ты меня не забывай. Кто выиграл? А я не ждаю. Слышите, да, аплодисменты, это наши операторы, спасибо, ребята. И, уважаемые друзья, и закончим наш эфир. Во-первых, конечно, вам, Михайлович, огромное спасибо, что вы пришли сегодня. И я вас еще раз поздравляю с 45-летием вашей дружбы с нашим замечательным Валерой Леонтьевым, который мы очень любим и всегда ждем в нашей республике. Спасибо вам за участие в нашей программе. И, конечно, закончим наш эфир, конечно, поздравление Валерия Ключ Леонтьева с его 45-летием, его жизни на сцене. Путь будет больше хороших песен и встреч со зрителями, которые искренне вас любят. И, конечно же, песня. В студии программы «Детали дня» еще никогда не пели. Но в такой день и, опять же, в первую программу нового сезона на Юргене можно и даже нужно. В студии человек, которого нередко сравнивают с Валерием Леонтьевым, с нашим великим земляком. Это наш замечательный Евгений Гаврилов. Слушаем «Дельтаплан». Вот такие детали дня. Всего вам доброго. Спасибо. Лишь нами память и туман, ты как во сне, ты как во сне. Наверное, только «Дельтаплан» поможет мне, поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко моим плечам уже зовет меня в полет. Мой «Дельтаплан», мой «Дельтаплан». Вот я надену два крыла, и ближе ты, и ближе ты. Меня любовь оторвала от суеты, от суеты. Пусть людям крыльев не дано, но так легко моим плечам уже зовет меня в полет. Мой «Дельтаплан», мой «Дельтаплан», мой «Дельтаплан». Мой «Дельтаплан», мой «Дельтаплан», мой «Дельтаплан». О, этот час, когда крылом одним Сближаем мы, грядущие с былым Когда внизу плывет земля Плывет земля Как будто детство дым КИГМ 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 Редактор субтитров А.Семкин